Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Принято тех, кто его смотрит, оптом записывать в поклонники нынешней власти. И у такого простого мыслительного хода даже есть основания. А зачем нам жить как в Европе? Им менять нужно гораздо больше, чем нам. Потому что им вообще там конец. По моему мнению, так вот внешне, визуально посмотришь, Европа умирает, там через 50 лет ничего не останется. Часа два-три, а меньше они и не длятся, Посмотрев очередное ток-шоу, Начинаешь испытывать стойкое, почти неодолимое желание Эмигрировать в ту Россию, о которой говорят участники. Потому что ты сам, видимо, живешь в какой-то другой России. В их России сияние духовности и вечное лето. В твоей снег растаял, все, что под снегом лежало, не радует глаз. Ходят вокруг грустные люди, и мэр что-нибудь снова сносит. Еще остается жилья, такого, мягко говоря, некомфортного, большого, вообще ветхого жилья. Это пятиэтажки примерно таких же сели, как мы и снесли, но их значительно больше. Около 25 миллионов, в них проживает миллион шестьсот тысяч москвичей. Но вздохнешь, вспомнишь, что некуда бежать за визой, ты ведь и так в России, и продолжаешь смотреть. Продолжаешь смотреть, потому что для человека, пытающегося сообразить, что же они там в своих башнях из слоновой кости и красного кирпича еще придумали, это единственное окно в их странный мир. Окно, конечно, мутное. К тому же в нем вечно маячат какие-то типы. Вы не знаете, какая страна сильная, могущая. И я верю, я верю. Запомните мои слова. Россия будет на колени. Я имею в виду, Америка будет на колени, Россия по-любому. Но выбирать не приходится. Примерно как на президентских или любых других выборах. Если, например, много рассказывают о хождении за три моря, единственного, зато лучшего в мире авианосца, жди подорожание гречки. В России дорожают крупы. Например, в цене резко подскочила гречка. А если о том, как топ-менеджеры госкорпораций с легкостью жертвуют по сотне миллионов на благотворительность, то, скорее всего, подорожает гречка. Рынки гудят, а потребители пересчитывают расходы на продукты. И все это после изменения ценников на один весьма важный для россиян товар – гречневую крупу. Или, допустим, рапортуют об очередных успехах дипломатии. А ты сразу соображаешь – видимо, подорожает гречка. За полгода гречка в магазинах области подорожала в среднем на 20 рублей. Товар недели – пакет гречневой крупы. Гречка неожиданно стала золотой, резко подорожала. Она входит в стратегические запасы страны и в рацион большинства россиян – гречка. В Архангельской области гречка становится деликатесом. Крупа подорожала почти в три раза. В Петербурге продолжают расти цены на гречневую крупу. Такие данные приводит Петростат. Уже несколько недель Россию будоражат слухи о том, что с гречкой в стране большие проблемы, и на всех желающих ее не хватит. За первую декаду декабря больше других продуктов подорожала гречка почти на 30%. Почему подорожала гречка? В последнее время с этим вопросом куряне чаще всего обращаются на горячую линию областного комитета потребительского рынка. Гречку в семье Елены Чебиряка любят и дети, и взрослые, а потому покупают впрок. На этот раз, взглянув на цену, хозяйка дома решила повременить с запасами. Очень удивляет, потому что буквально на днях она стоила намного дешевле. Но если от шуток отвлечься, хотя что же веселого в подорожании гречки, то вот о чем стоит сказать. Пропагандисты едва ли не год рассказывали россиянам из телевизора, как изменится мир с пришествием Трампа. Победа Трампа и избрание его президентом – это подарок для всего человечества. Задонный Трамп за его победу. Вот, мы пили. И не ошиблись, мир изменился. Но не только мир реальности. Когда вообще реальность интересовала пропаганду? То есть мир реальности, наверное, тоже. Но главное, пошатнулись те киты, на которых стоял особенный, внутрителевизионный мир. Он не сразу строился, но в итоге оказался простым и по-своему логичным. Россияне в кольце врагов. Вот кольцо. И мне кажется, что наша страна оказывается в этом кольце. Я лично чувствую какие-то вот удушающие, у меня такое удушающее ощущение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Есть главный враг. Все наши неудачи, вплоть до луж в лифте, объясняются его происками. Любая критика нашей системы им заказана. Да им же и оплачена. Ну вот Барак Обама разворошил всю планету. Америка поощряет хаос там, где это ей нужно. Финансово, дипломатически, информационно, организационно. Американцы не очень справляются с ролью гаранта планетарного порядка. С ролью защитника человечества, который отводит себе. Но тут для многих Обама предстает словно паниковский, нарушителем конвенции. Ведь Америка теперь делает мир все более опасным. А при этом, вопреки конвенции, требует себе все большего подчинения. Президент США Барак Обама за последние недели посидел. Сами американцы считают Путина куда более крепким лидером, чем Обаму. Это видно на диаграммах. Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Существовать в этом мире, описывать любое событие – задачка для школьника. Выработался особый язык, особый стиль, даже специфические остроумные шутки. Трамп вел себя сдержанно, словно английский лорд. А Обама, размахивая руками, словно он в джунглях, задевал Трампа и давал какие-то несообразные советы. На фоне Путина Обама, да он просто обезьяна. Путин делает из него обезьяну. Как бы ни относились к первому темнокожему президенту Америки, просто он демонстрирует свою реальную слабость. И такое ощущение, знаете, как та обезьяна с гранатой, которая не знает, что он может сделать. Обама – это монхи, а Порошенко – это его собака. Ну, Порошенко – обезьяна, а это какого? А Обама – это собака. Ну, как-то так. И вдруг все рухнуло. Команда Дональда Трампа не намерена снимать санкции с Кремля до полного выполнения минских договоренностей, прекращения поддержки сепаратистов в Донбассе и возвращения аннексированного Крыма. Вся ирония ситуации в том, что президент Трамп ведет себя очень жестко по отношению к Москве. Он продолжает поднимать вопрос Крыма, который предыдущая администрация позволила забрать России. В последние месяцы, например, Дмитрий Киселев со своими «Вестями недели» выглядит так, будто переходя на язык торговцев теми субстанциями, захоронение которых карают в соответствии со статьей 228 УК РФ, его разбодяжили стиральным порошком. Истерические приступы любви к помянутому выше Трампу себя не оправдали. Теперь, оказывается, он со своей Америкой ведет себя как слон в посудной лавке. Президент Трамп решает разместить в Южной Корее систему противоракетной обороны ТЭД. Так или иначе, пока США ведут себя опасно, как слон в посудной лавке, не чувствуя себя ограниченными хоть чем-то и кем-то. Да и вообще пропаганда не любит любовь. Ее хлеб – ненависть. Барак Хусейн Обама готов силой навязывать другим странам и народам свои представления о прекрасном. И туда же халиф Абу-Бакр Аль-Багдаде. А жестокость? Правда, президент США ее прячет. Убийство нам показывает с высоты птичьего полета, так что мы не видим оторванных голов и изуродованных тел. Но жестокость остается жестокостью, независимо от того, есть она крупным планом на видео или нет. Наконец, Барак Хусейн Обама, обуревая мессианством и идеей исключительности, халиф Абу-Бакр Аль-Багдаде тоже. Искать врага в каком-нибудь американском либеральном истеблишменте сложно. В Европе мелко, под боком Украина. Но в схеме, где место главного врага вакантно, Украина начинает приобретать, Теперь перейдем на язык политологов. Субъектность превращается в самостоятельное государство, а это слишком уж серьезный удар по пропагандистской картине мира. Это вовсе недопустимая вещь. Но жалко-то, конечно, не Киселева с коллегами. Выкрутятся. Вообще, когда речь заходит о торговле вредными субстанциями, Сострадаешь не торговцам, а потребителям. У них ведь тоже мир рушится. В руках появляется дрожь, в голове боль, в желудке беспокойство. Что делать потребителям Киселевщины, если Киселев стал пресным? Взрослые вещи, взрослые вещи, взрослые вещи, мир страшненький. Взрослые вещи, взрослые вещи, взрослые вещи, мир страшненький. Взрослые вещи, взрослые вещи, взрослые вещи, мир страшненький. Движимый состраданием автор этого материала, Щелкая кнопками телевизионного пульта, Искал спасение для этих несчастных. И нашел затерянный мир, Не затронутый катаклизмами, где и сегодня гуляют в обнимку с распятыми мальчиками древние динозавры. Это телеканал Министерства обороны «Звезда». Именно «Звезда» может стать своего рода заместительной терапией для страдающих от пресного Киселева в страшную эпоху либерального разворота. «Звезда» охладит тех, кого обжигает оттепель. «Здравствуйте, Григорьевич. Я работаю на «Звезде». Я пришел к вам». «Здорово. Это классная память». «Первое ощущение от того, что происходит. Потому что я вот честно совершенно говорю о том, что это здорово. Это здорово». «Я могу вам только присоединиться. Это действительно здорово». «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий, и веке он расскажет». «На «Звезде» не разучились правильно говорить о важных вещах. Украина? Пожалуйста, вот вам Украина. На Украине голодные люди отбирают хлеб у голубей. Одесситка Лада Лаферова опубликовала на своей странице в Фейсбук фотографии, на которых женщина ест хлеб с земли, который кто-то бросил голубям. По словам свидетельницы происходящего, голодная украинка отгоняла голубей и хватала куски хлеба, заталкивая их в рот. «Представляете, кошмар». И чтобы ошеломленный потребитель не сомневался, что речь о тенденции, Лада Лаферова добавила, что была просто шокирована увиденным. По ее словам, страну довели до отчаяния. Люди голодают и умирают в нищете. Ситуацию Лаферова назвала настоящим голодомором и добавила, что такого она еще не видела. «Телеганал «Звезда» всячески сейчас продюсирует подобные новости, назовем их так, на Украине. Голодные люди отбирают хлеб у голубей. Надо было паузу сделать. Отбирают хлеб у голубей. Там фотографии женщины кормят голубей. И, наверное, отматывать надо назад. У нас возник вопрос. Если голодные жители Украины отбирают хлеб у голубей, то откуда у голубей? Хлеб, да. Но, может быть, репортажных зарисовок вам мало и вам нужна серьезная аналитика? Пожалуйста, у нас есть аналитика. Эксперт рассказал, почему Порошенко всегда пьян. Ход мысли эксперта достоин отдельного восторга. По словам эксперта, Порошенко склонен пить больше, чем нужно, и еще выступать в таком состоянии. Поэтому в сети огромное количество видеороликов, на которых Порошенко сильно пьян. Прекрасно. Порошенко всегда пьян, потому что Порошенко всегда пьян, сказал эксперт. И пойди поспорь. Замечательно. Поразительно. Гениально. Кстати, зовут эксперта Станислав Бышок. Кто это? Да какая разница? Политологи, публицист, как и все мы. Но, в принципе, конечно, вот такой подход к президентству в любой стране, будь это Украина, Россия или любая другая, конечно, его нельзя назвать подходящим, его нельзя назвать достойным. В том числе, это, конечно, некоторое такое неуважение, в том числе, к своим избирателям и даже просто к гражданам страны. Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год. Потому что на дворе 2011 год. Украина для вас мелкая тема? Вы соскучились по врагу номер один? Пожалуйста. Это у Киселева из-за Трампа миллион терзаний. А информационным бойцам Министерства обороны сомнения неведомы. Наслаждаемся. Трамп контролирует русофобию в США. Эксперт. Американский президент США Дональд Трамп сейчас поступает в угоду политической элите, формируя свою команду из русофобов. Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это, затевают все вот это, это я этим людям это и адресовую. Доиграйтесь. Вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Оказался наш отец не отцом, а сукою, сообщил в эфире телеканала «Звезда» академик военной академии наук. Ну, да нам ли привыкать? У нас есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина-мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. А если вы думаете, что хотя бы на родине мы в безопасности, трепещите. Пьяные дети-нацисты устроили вечеринку в песочнице в Краснодаре. Осталось только дождаться, чтобы телеканал «Звезда» стал по-настоящему популярным, чтобы люди узнали, где пропаганда «Чистяк», высший сорт, без стирального порошка либерализации. Может, и этот материал кому-то поможет? Лечитесь, люди, там посыпают щедро. Кстати, это вы еще армейский КВН не видели, а он есть. Господа суворовцы! Подумать только, 50 лет прошло со времен училища. Помните, тогда еще доллар был? Да, тогда еще доллар был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Н прогрессивная школа